МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы на старте дистанции. Самые важные спортивные события недели на Вологодчине в нашем обзоре. Смотрите сегодня в программе. Хоккеисты Северстали подводят итоги сезона. Зимние сельские спортивные игры впервые прошли в Череповце. Северянка сохраняет лидерство в высшей лиге перед последним туром предварительного этапа. Первенство Северо-Запада России по боксу проходит в Череповце. Три дня в Череповце соревновались сельские спортсмены. Город впервые принимал финальные соревнования 11-х всероссийских зимних сельских спортивных игр. В них приняли участие представители 49 республик и областей России, 627 спортсменов. В этот раз в сельских спортивных играх было 7 видов соревнований. И традиционные – лыжные гонки, палеотлон, шахматы, шашки. И специфические – трейбори дойеров, трейбори механизаторов, состязания спортивных семей. При этом было несколько зачетов – личное первенство, командное первенство, общекомандное первенство среди субъектов Российской Федерации. Также субъекты соревновались по группам в зависимости от численности сельского населения. Трейбори семей – это лыжные гонки, комбинированные эстафеты, в которые дети преодолевают дистанцию с клюшкой и теннисным мячом, мамы – с ведрами на коромысле, а папы разрубают бревно и бегут к финишу, а также дартс. Первый раз поехали за район свой на областные соревнования. Там достойно выступили и пригласили на область, защищать честь Сумской области. Пока вроде получается. Как вообще подготовка у вас проходит, чем вы занимаетесь? Тренируетесь регулярно? Может быть, у каждого свой вид спорта какой-то есть? Регулярно тренируемся. Папа у нас тренирует активно и девочек, и маму лыжами. Это каждый день, каждый вечер у нас плотно проходят тренировки. Дартс кидаем, даже дома повешали, дротики приобрели и кидаем каждый день. Поэтому результаты дают о себе знать, но тренировки показывают, на что мы способны. Сколько вообще интересное соревнование в таком формате? Очень интересное. Такой масштаб. Для нас большая честь защищать Омскую область на таких больших соревнованиях, скажем так. Круто все. Подцепить груз, проехать с ним полосу препятствий и поставить гирю как можно ближе к центру мишени. Такое испытание необходимо выполнить участникам заезда. Затем, как трактористы проходят дистанцию, следят сотрудники гостехнадзора. За шиги начисляют штрафные баллы. Также учитывается и скорость, с которой преодолевается трасса. Шлем обязательно, но он мешает очень сильно. Обзору и все равно не то. Мы без шлема обычно ездим. В связи с собой работаю, но именно с трактором у меня косвенное отношение. И участники все-таки должны не только на трактор ездить, но и спортивным состязаниям хорошо выступать. Ну и поэтому меня пригласили. Вождение трактора – один из этапов троеборья механизаторов. Также среди них проводятся состязания по лыжам и гиревому спорту. В Череповец на всероссийские зимние сельские спортивные игры приехали делегации из 49 регионов. Некоторые команды перетекли почти всю страну, чтобы попасть на это событие. И шашки, и шахматы представляем, и механизацию, и дойеров, и семья спортивная. Мы готовы. Всероссийские сельские игры в Волгодской области проходили впервые. И в Череповце организовали для них четыре площадки. Такие необычные спортивные соревнования не могли не заинтересовать горожан. И вот мы пришли с папой на выставку, чтобы посмотреть трактора, как они снижаются. Привезти ребенка, посмотреть для того, чтобы ему было интересно, чтобы в дальнейшем, мало ли он заинтересуется техникой, это было ему полезно. Фуки, Настальваров, сельчане собирали и разбирали доильные аппараты на время. Необходимо было уложиться в норматив – четыре с половиной минуты. Однако при дойке коров скорость не важна, отмечают участники. Главное – качество сборки, чтобы оборудование правильно работало. Своя корова раньше была, когда был помоложе. Держали. Ну, бабушка заслуженный, ветеран труда. Она работала всю жизнь дояркой. Ну и как-то на селе работаем привычный к этому. Дома есть аппарат, да, остался, грубо говоря, от бабушки. Но он у нас немножко другой модификации, постарше – АДУ-1, аппарат доильный, универсальный один. А это уже АДС-25. То есть здесь немножко изменений есть. Здесь коллектор измененный, пульсатор здесь измененный. Лучший результат в этом виде – 2 минуты 10 секунд, показал представитель Волгодской области Василий Копалин. У женщин также победила вологжанка, 20-летняя Анна Шарапова, с результатом 2 минуты 48 секунд. Также спортсмены из сельских поселений соревновались в лыжных гонках, палеотлоне, шахматах, шашках, силовой гимнастике и дартсе. Как обычно готовится все равно. Полный спектр занятий, лыжная подготовка, гиревой спорт, плюс сборка-разборка доильного аппарата АДС-25. Почти ежедневно. Нарабатывали свои навыки для того, чтобы показать результаты хорошие на соревновании. Если брать все команды, то абсолютно лучшие результаты показали команды Пермского края и Курганской области. Самые спортивные дуэры оказались в Вологодской области, а механизаторы – в Кемеровской области. При этом в остальных видах представители Вологодщины не смогли пробиться в десятку лучших. В итоге заняли общее пятнадцатое место. А вот в зачете по группам населения команда Вологодской области заняла второе место в группе до 350 тысяч жителей, пропустив вперед только абсолютных чемпионов из Курганской области. Переходящий кубок сельских игр поручался команде, занявшей первое место по сумме программ троебурья дуэров и троебурья механизаторов. Здесь победила команда Кемеровской области, у нее пятое и первое места. Вологодская область на шестом месте, у нее первое и семнадцатое места. Первенство Северо-Западного Федерального Округа России по боксу стартовало в Череповце. Бои проходят во дворце Олимп. Первенство Северо-Западного Федерального Округа России в Череповце проводится среди юношей и девушек. Приехали боксеры со всех регионов, участников как никогда много. Да, действительно, мы сейчас насчитываем порядка 250 спортсменов, которые приехали к нам на первенство. Мы рады видеть, что их так много, потому что последнее первенство, которое мы проводили в 2021 году, конечно же, участников было меньше. Это и говорило о том, что у нас шла пандемия. Вологодская область на правохозяев выставила большую команду. При этом ее костяк все-таки составляют череповчане. Череповец у нас в сборной команде, конечно, доминирующая, принимая в Вологодской области, я имею в виду. Но также боксеры Вологды, Сокола, Устюжины принимают участие в составе сборной команды Вологодской области. Надеемся на успешные выступления ребят. Задачи у череповецких боксеров достаточно амбициозные. Тем более у российских боксеров остался открытым доступ на международные соревнования. И на этом турнире проход в финальный этап первенства России для лидеров областной сборной. В этом возрасте у нас достаточно неплохие ребята 2007-2008 года. Юноши 54-57, 52-46 килограмм, 48 у нас также ребята. И мы надеемся, что они дойдут до финала и в финале достойно выступят. И завоюют путевку на первенство России. Не менее решительно настроены и соперники. Они это показали в первых боях. Тем более поддержка у них была не меньше, чем у хозяев ринга. Друг за друга команды болеют дружно. Поэтому и череповчанам было совсем непросто. Ну стартовал нормально, считаю. Второй раунд точно проиграл, а там уже как судьи отдали, так и скажут, кто победил. Я считаю, что можно было лучше и не расслабляться, но получилось как получилось. Старался хорошо отбуксировать, там результат был неважный, но, конечно, хотелось выиграть. Но главное показать, к чему я готовился и что я могу было. Первенство России по боксу продлится до воскресенья. На пути к финалу и заветной медали боксерам необходимо выиграть несколько боев. Волейбольная команда «Северянка» выиграла все четыре матча девятого тура чемпионата России в высшей Лиге А. Игры проходили в Анапе. Череповецкие волейболистки близки к тому, чтобы гарантировать себе медали уже по итогам предварительного этапа. Но задача череповецкой команды гораздо выше чемпионства. Поэтому важно побеждать в каждой игре. Предпоследний тур предварительного этапа принимала Анапа. В первом матче «Северянка» очень уверенно разобралась с Омской Омью. На три победные партии ушло всего 62 минуты. Второй соперник – Тюмень. В этом матче череповчанки столкнулись с трудностями во второй партии, в которой уступили соперницам. Но далее «Северянки» играли уверенно и довели матч до победы 3-1. В повторных матчах с Омью и Тюменью также пришлось играть по четыре сета, но каждый раз «Северянка» в итоге побеждала со счетом 3-1. Таким образом, череповецкая команда сохранила лидерство в турнирной таблице. Впереди последний тур предварительного этапа. «Северянка» 11 и 12 апреля дома дважды сыграет с «Динамо» НАПО. Сотни болельщиков команды «Северсталь» пришли поблагодарить хоккеистов за прошедший сезон. У них была возможность взять у своих кумиров автографы и сделать совместные фотографии. Северсталь провела яркий сезон. На финише трибуны ледового дворца заполнялись полностью, а беляйты на игры порой раскупались за 40 минут. Поддержка у команды была прекрасная. И хоккеисты отблагодарили красивой игрой. За эти яркие эмоции и пришли сотни горожан сказать спасибо команде и тренерскому штабу. И, конечно, сделать фото на память. Молодая команда, скоростная, очень здоровая. Они просто иногда обыгрывают более, так сказать, сильных, довольно известных хоккеистов. Очень большие эмоции. Особенно в Москву последний раз съездила. Это такие эмоции были. Так переживали. Я даже горло чуть не наторвала, честное слово. Это, короче, это непередаваемо. В принципе, это очень хороший сезон. Команда билась, команда сражалась. И то, что достигли седьмой игры, по мне, так это украшение сезона. Сами хоккеисты Северстали выложились по ходу чемпионата полностью. В целом можно быть довольными и результатом. Однако всегда есть в чем себя упрекнуть. Да, в целом сезон получился неплохой с нашей стороны. Было время, когда нам не получилось все так, как хотелось. Но я думаю, что последние 2-3 месяца мы показали хороший результат, хороший хоккей. И в конце концов могли пройти первый раунд с ЦСКА. У ряда игроков по окончании сезона заканчиваются контракты с Северсталем. В том числе и у лучшего бомбардира команды этого сезона Игоря Гераськина. Нужно принимать важное решение. Пока, ну, если учесть то, как развивался регулярный чемпионат, в принципе, то, я считаю, провели хороший сезон. Но все-таки недосказанность есть, да. Считаю, могли проходить первый раунд, но не получилось. То есть, есть немножко такой, осадок такой остался неприятный. Вы лично стали лучшим бомбардиром в регулярном чемпионате команды. То есть, насколько это, может быть, было отчасти неожиданно для себя. И тот рубеж, который достигли, соответствует ли вашим ожиданиям именно в плане набранных очков? Да, я, если честно, никогда не было. У меня такого, что я перед сезоном ставил какие-то все цели в плане, сколько очков набрать или еще что-то. Все для команды стараюсь сделать. Поэтому, ну, это лишь приятный бонус, что лучше бомбардиры и столько очков набрал. А так, главный результат команды. В этом сезоне пришлось много играть в центре. Насколько комфортно себя чувствовали и как долго, может быть, адаптировались? Ну, был уже момент, когда я когда-то там играл в центре, в сборной еще давно совсем. Но такая ситуация у нас была, что нужно было сыграть. Поэтому времени на адаптацию не так много было. Но старался выполнять работу качественно. Не знаю, получилось или нет, это уже там тренерский штаб оценивает. Но делал все, что мог. Что же ли над выбрасываниями больше работать? Изучать, может быть, будущих соперников в данной точке? Ну, понятно, да, сбрасывания. Ну, работали, да, конечно. Это важный компонент. Но, по-моему, там у меня процент не супер какой хороший. Но, считаю, важное сбрасывание, которое выходило, вроде все там боролся за него. Ну, в частую не проигрывал. В плей-офф уже не та результативность была, да, лично? С чем это связано? То есть не получалось, что соперник, может быть, как-то нашел способы нейтрализовать? Ну, да я это не знаю, но так получилось, вышли у нас другие ребята на лидирующей позиции в плей-офф. В принципе, еще раз повторюсь, на очки никогда не смотрел. Главный результат там. Перед сезоном с вами разговаривали, да, вы говорили, что в прошлом году был очень хороший коллектив. Насколько удалось в этом плане воссоздать, да, атмосферу вы разделали? Ну, если честно, тяжело ответить, но, наверное, атмосфера была хорошая, коллектив был хороший, скажем так. Но в прошлом году был коллектив, наверное, лучший из всего, что было. Поэтому, наверное, в этом году чуть-чуть по-другому было, ну, совсем другие люди были, но атмосфера была рабочая, хорошая, никаких конфликтов, все, если в этом плане, все нормально было. У вас заканчивается контракт по окончании сезона, то есть какие планы, может быть, для себя уже так видите в плане развития карьеры? Да, пока, если честно, тяжело что-то сказать по этому поводу. Но будем разговаривать, будем смотреть, какой тренер будет здесь у нас. Сегодня уже объявили, да, что Андрей Владимирович уходит. Поэтому, ну, тяжело сейчас что-то сказать. Два дня всего прошло. Поэтому, я думаю, надо немножко подождать. Сейчас после пилов эмоции утихнут и уже будем общаться более детально с командой «Северсталь». Эта встреча была и прощанием с главным тренером «Северсталь» Андреем Разиным. Накануне он объявил о том, что покидает Череповецкий клуб. Теперь у болельщиков есть возможность немного отдохнуть от хоккея и копить эмоции к следующему сезону. Это все о спорте на сегодня. Снова на дистанцию выйдем через неделю. До встречи и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!